Это новости на канале НСК 49. В студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Завершить ремонт, подготовить сети, создать запасы. На оперативном совещании у губернатора, исполняющий обязанности министра ЖКХ Евгений Назаров, рассказал о готовности региона к началу отопительного сезона. С днем рождения Пашина. 83 года исполнилось со дня основания микрорайона Пашина. Появившийся впервые 15 лет назад, праздник стал традиционным. Ловись рыбка, но только большая. В рамках рыболовного фестиваля «Золотая осень» в Ордынском районе прошел чемпионат по ловле рыбы спиннингом с лодок. Каких результатов удалось добиться участникам? А теперь подробнее об этих и других темах. У губернатора Новосибирской области появились новые заместители. Кто занял вакантные места и работу каких министерств они будут курировать, на оперативном совещании правительства региона озвучил Андрей Травников. Напомним, что у губернатора Новосибирской области пять заместителей, один из которых первый. Однако на прошлой неделе Сергей Нелюбов покинул свой пост в правительстве региона и ушел на должность ректора Новосибирского государственного педагогического университета. Еще раньше, в апреле, заместителем губернатора перестал быть Максим Кудрявцев, когда избрался мэром Новосибирска. Так что до понедельника 9 сентября эти две вакансии были свободны. На одну из них назначили Константина Хальзова, ранее возглавлявшего областное министерство здравоохранения. Константин Васильевич будет курировать деятельность министерства здравоохранения и министерства труда и социальной политики и отвечать за реализацию трех национальных проектов на территории Новосибирской области. Это нацпроект «Семья», продолжительная и активная жизнь и современные технологии сбережения здоровья. Еще одним заместителем губернатора стала Валентина Дудникова. До этого Валентина Анатольевна была в должности первого заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области и возглавляла департамент организации управления и государственной гражданской службы. Она будет курировать деятельность трех органов власти. Это министерство образования, это департамент молодежной политики и министерство физической культуры и спорта. И отвечать будет Валентина Анатольевна за реализацию национальных проектов на территории области. Это молодежь России и нацпроект «Кадры». Как видим, новые вице-губернаторы будут курировать национальные проекты, важные для социальной сферы. Произошедшее похолодание на этой неделе заставило задуматься о готовности Новосибирска к зиме многих его жителей. Отчеты от ответственных за это ведомств и предприятий требуют и власти региона. Почему при подготовке к отопительному периоду значительное внимание уделялось именно областному центру, сейчас расскажем. Крупнейшая за последние годы авария на теплосетях в левобережной части Новосибирска произошла в январе этого года. Это заставило коммунальщиков пересмотреть привычный регламент подготовки города к зиме. Специальная областная комиссия пришла к выводу, что основными причинами порывов на магистралях стали их сверхнормативный износ, а также неготовность управляющих организаций к работе с жилым фондом при масштабных отключениях теплоснабжения. На данный момент средний возраст теплосетей в Новосибирске составляет 33-34 года, а 70% из них уже выработали свой ресурс. Именно поэтому к Новосибирску приковано особое внимание. Впрочем, подготовка к отопительному сезону – это не только готовность теплосетей. По состоянию на 9 сентября к отопительному периоду подготовлено 46 миллионов квадратных метров жилого фонда, что составляет 95% от плана, 1 тысяча котельных – 90%, 4750 километров тепловых сетей – 91%, 10 118 километров водопроводных сетей – 95%. Текущий запас угля на складах котельных коммунальных предприятий Новосибирской области составляет 110 тысяч тонн или 80% нормативного запаса. В Минжекаха региона считают, что для стабильного прохождения отопительного сезона необходимо в недельный срок завершить ремонтные работы на тепловых сетях и источниках тепловой энергии, обеспечить формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в срок до 15 ноября получить паспорта готовности муниципальных образований к работе в отопительный период. План понятен, а как будет на деле, зима покажет. 9 сентября в Центре культуры и отдыха «Победа» открылся 20-й юбилейный международный мастер-класс-фестиваль детского мультипликационного кино «Жар птица». О том, как будет построена программа работы фестиваля и кто в этот раз примет в нем участие, расскажем в нашем сюжете. Современная мультипликация сейчас доступна каждому, кто любит мультфильмы, обладает чувством юмора и не разучился шалить. Именно такие люди сегодня создают мультипликационные фильмы и учат этому детей. И совсем не важно, какого возраста эти учителя. Главное, что они все причастны к этому виду творчества и находятся на одной волне – волне счастливого детства. Так можно сказать про участников и организаторов 20-го международного мастер-класс-фестиваля мультипликационного кино «Жар птица». Начну со слов великой классики «Улыбайтесь, господа». Самые большие глупости делаются серьезным выражением лица. И когда вы сказали, увидели ли вы себя внутри сейчас, мы каждый здесь себя увидели, потому что это счастье – видеть ваши глаза. Фестиваль работает до 15 сентября. Все основные мероприятия будут проходить в Центре социальной поддержки молодежи и юношества имени Заслонова. За это время представители 61 студии из 35 населенных пунктов страны представят 128 фильмов, созданных детьми. Но кроме конкурсного просмотра будут проведены мастер-классы, на которых лучшие мастера отечественной анимации поделятся своими знаниями и опытом с педагогами детских студий. У нас получается 13 мультстанков. То есть это самое большое количество мультстанков, групп мастер-классов, которые были за всю историю «Жар-птицы». 13. Плюс еще мы посчитали количество часов мастер-классов. Там получилось 30 часов в день. 30 часов. Ну они, понятно, идут параллельно, значит. Ну вот такая цифра. Это бесконечная работа. И я надеюсь, что к концу этой недели люди будут измождены до невозможности, но впитают в себя вообще все знания, которые дадут мастера. Но, как и положено любому фестивалю, у участников будет еще время на отдых, общение и развлечение. Я здесь участвую первый раз. Приехала, чтобы в свободное от анимации время детей как-то развлекать, занимать. Мы будем проводить различные отрядные дела, играть в игрное взаимодействие, команды образования, рисовать уголки, стен, газеты и различные настолки. Просто болтать. Главная цель фестиваля «Жар-птица» – развитие анимационной педагогики в масштабах всей страны. А проводится он в Новосибирске не случайно. Благодаря киностудии «Поиск» наш город считается одним из центров развития этого вида детского творчества. Мы будем следить за успехами юных мультипликаторов. 83 года исполнилось Пашино в Новосибирске. Там на праздники побывала наша съемочная группа и узнала, с каким настроением люди отмечают этот день рождения и насколько им комфортно сегодня жить и работать в этом жилом районе. Жители Пашино день рождения этого большого жилого района по традиции отмечали в своем живописном главном сквере. Здесь было многолюдно, даже несмотря на совсем не праздничную погоду. Встретили мы и депутата горсовета по этому округу Леонида Рыбина, который напомнил историю возникновения поселка. В сентябре 41 года у нас на станцию заводскую было принято решение Совнаркома о переводе сюда пиротехнического завода. Номер 386, 41 год. Поэтому с этой даты мы считаем день образования нашего Пашино. Тогда он не назывался Пашино. И уже как лет 15 жители отмечают день рождения Пашино. Впрочем, это название появилось позже, в 50-м году. И связано оно с речкой Пашенко. В 1997 году поселок оказался в городской черте, а в начале 2000-х вошел в состав Калининского района. В настоящее время жилой район Пашино состоит из трех частей. Непосредственно Пашино, микрорайона Гвардейский и поселка Флотский. И после того, как здесь сняли запрет на строительство, территорию начали активно развивать, отмечает депутат. У нас пошло бурное строительство. ЖК «Поколение», ЖК «Крылья». Сейчас еще строится новый дом. В перспективе строительство ледового дворца, строительство бассейна. То есть Пашино развивается. Я думаю, что проблемы, конечно, есть. Проблемы есть с транспортной доступностью. Но в перспективе эта электричка будет сюда заведут. А между тем праздник продолжался. В сквере Пашинские люди кто под замтом, кто под деревьями прятались от дождя, который то ослабевал, то усилился, но никого не пугал. И мы Пашинские, самые натуральные. Мы здесь и родились. Да. Так что мне нравится Пашино. Инфраструктура меняется. Появляются какие-то магазины. Детям есть чем заниматься. Жить прекрасно, хорошо. Видите же вы по лицам людей, собравшихся здесь. Район развивается. Вот скоро уже электричку пустят. Главное достижение, мне кажется. Новые дома строятся. Люди живут и радуются. Дай Бог всем здоровья и процветания. В сквере для жителей организовали не только праздник, но и различные мастер-классы, конкурсы и выставки. Так что все, и дети, и взрослые могли найти занятия по душе. Праздничного настроения добавляли выступления творческих коллективов. Похоже, 83-й день рождения Пашина удался. Если для большинства из нас с наступлением осени горячий сезон заканчивается, то у настоящих рыбаков он в самом разгаре. Во второе воскресенье сентября под Новосибирском традиционно проходит фестиваль рыбной ловли «Золотая осень». В этом году уже в 15-й раз. Какой был улов и какие награды получили участники, расскажет Сергей Никитин. Каждый сентябрь сюда, на берег Обского моря, в район села Спирина, на фестиваль «Золотая осень» съезжаются любители рыбной ловли, можно сказать, со всей России. Чтобы половить рыбу, встретиться со старыми знакомыми и хорошо провести время. В этом году у нас не просто фестиваль очередной, а юбилейный, 15-й. В этом году очень хорошие уловы, стабильные, когда говорят, что у нас рыбы нет. Поверьте, она есть на фестивале, если вы посмотрите, какие у нас шикарные уловы. Программа, как всегда, у нас расширенная, большая, много номинаций, много гостей со всей России, начиная от Санкт-Петербурга до Владивостока. Многие участники приезжают сюда каждый год, привозят свои семьи. Несмотря на то, что с погодой в этом году повезло не очень, скучно не было никому. Все время проводили различные активности. Главным событием, конечно, стал чемпионат. Соревнования прошли в два этапа – в субботу и в воскресенье. Результаты двух дней суммировались. Пойманную рыбу взвешивали, учитывался вес не более пяти самых крупных рыб, причем не более трех одного вида. Скажем, трех щук и двух судаков. Все по правилам рыболовного спорта. Здесь в рамках фестиваля проходит Кубок Новосибирской области. Он официально регистрируется в Министерстве спорта Новосибирской области. Здесь применяются основные правила, что спортсмены живую рыбу, во-первых, привозят. Во-вторых, идет ограничение по количеству рыб и по экземплярам, по размерам. Судак идет у нас 40 см, щука 45 см, окунь 20 см. Чтобы не ловили мелкую рыбу. Действительно, рыба попадалась крупная. Вот, для примера, рекорды первого дня. Вчера у нас привезли крупную щуку на 5 кг, 125 г. Судаки были крупные, 3900, секундочку. 4650 судак был, 3820 судак. Окуни были 330 г, 290 г. А самого крупного окуня весом более 600 г поймали на спиннинг с берега, прямо у фестивальной сцены. Я только тренируюсь, я еще не волшебный. Давай сюда, 605 г назад. По случаю юбилея в этом году призов было больше. И за первое место, и за второе наградами стали лодки с мотором. И даже за третье место полагался электрический лодочный мотор. В этот раз больше всего повезло гостям. Улов участников команды из Благовещенска «Щучьи дети» Евгения Мошкина и Никиты Мельникова составил 21 кг, 200 г. И мы присудили первое место. На втором – новосибирская команда «Рыбаки Сибири». Их улов был меньше, чем у победителей, всего на 300 г. Их хозяева чемпионата команда из Ордынска заняла третье место с уловом 14 кг, 800 г. Таково рыбацкое счастье. Но даже те, кто совсем ничего не поймал, тоже ведь не остались в накладе. Рыбалка на зорьке, свежий ветер, общение с друзьями, посиделки у костра. Что еще нужно человеку для счастья? На сегодня это все. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте ensk49.ru и в социальных сетях. Вашим мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok